Это хорошо и красиво, это симпатично и ровно. Потому что то, куда мы приезжаем... А куда мы приехали? Мы приехали на Верхневральский пивной завод. Да-да-да. Почему Верхневральский? Ну, потому что. Потому что это Верхневральский пивной завод. И даже невзирая на холод, на улице минус 22, какая у меня шапка-то хорошая. Да-да-да, я специально про это и сказал. То есть она мне нравится, реально нравится. Потому что я вспоминаю молодость булую, да-да-да-да-да. А наши бабушки, наши мамы, всегда ходили в лиси шапках, андаторовые шапки были еще. У меня была андаторовая шапка. Ну, утривые были такие вещи. Цегейка. Ну, норки тогда не было. Но тогда, когда вот лисы были с чернобурками, да, когда все-то таких денег-то и не стоило, вот тогда, 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 тогда вот такие мероприятия, которые были за моей спиной, были везде. Они были и в Магнитогорске, и в Верхневральске, ну, естественно. Они были в Белорецке. Тогда пиво было вкусное, тогда народ не бухал, как суслики. Вообще понятие бухания для россиян, это немножко две другие разницы. Потому что я видел, как люди в других местах пьют, и россияне как бы, ну, слишком много-то и не пьют. Сегодня и сейчас, что мы будем говорить, и о чем мы вам расскажем. А вы думаете, что оно стоит? Нет, оно не стоит. Это даже дорожка сделана, и остальная дорожка. Потому что сюда приезжают каждый раз в определенное время те самые машинки, которые привозят вам самое лучшее в этой жизни Верхневральское пиво. Вы пьете, вы пьете, пейте на здоровье. И вы думаете, что здесь что-то встанет? Здесь ничего не станет. Потому что мы работаем, мы работаем только для вас. Мы не будем говорить о других вещах. Здесь все на настоящем хмелю. Нам торопиться-то не надо. Потому что, если бы вы с мозгами были бы, можно было бы сделать, как это делается, грамотно. Но, к сожалению, не все с мозгами. А для тех, кто с мозгами, вот мой тот самый телефончик. Вы, в принципе, можете его записать, потом позвонить и поить магнитогорца. Давайте все-таки будем объяснять, для чего вы работаете. Я не буду говорить о смысле бытия, хотя смысл бытия, в том числе, и включается в вашу жизнь. Если вы будете делать все грамотно, красиво и ровно, то люди вам скажут спасибо. Скажут ли? Круто это, да? Круто все. Навручено. Да-да-да-да-да. Ага, я сейчас вам еще раз расскажу. Вот эти баки, да, вот эти баки. В них уже, да и в этих баках, тоже уже тот самый, те самые, те самые шикарные 6 тортов пива, они для вас готовятся. Здесь указаны температуры, хранение. Все-все-все, вы не беспокойтесь. Даже не думайте, что вас кто-то обманет. Потому что это у вас не будет в природе своей. Мероприятие не создано для вашего обмана. Но нам единственное, что бы хотелось... Понимаете, город Магнитогорск, ну, количество людей хорошее, да. Но если бы это количество людей хорошее, по большей части пило бы качественное пиво, потому что, как бы вам сказать, сам город Магнитогорск был неплох. Чем он был неплох? Тем, что в городе Магнитогорске, когда это еще было подразделение всемирного, всероссийского, всесоветско-союзного мероприятия, то у нас сделалась самая лучшая водка. Почему у нас сделалась самая лучшая водка? Потому что у нас отличная вода. Вот та вода для этой водки была вау. Но сегодня и сейчас водки нет. Все просрали. Очень плохо, кстати. Но мы не просрали пивной завод Верхневральский. Я понимаю, я все понимаю. Но, ребятки, ну, Магнитогорск, если вы не сможете копать глубоко, да там еще очень сильно надо копать глубоко, да и найдется ли это? Ну, почему я вам объясняю и буду объяснять неоднократно, потому что рано или поздно эти сюжеты закончатся, естественно. Хотя будем надеяться, что они не закончатся никогда. Но в Магнитогорске, в городе Магнитогорске вода отличная, вода питьевая. Но из этой воды не получается никакое пиво. А о чем говорим мы, когда едем в Верхневральск? Гора Извоз, она прямо располагается, вот прямо вот так, ровно отсюда метров, наверное, она уже в предгорьях находится. И вот примерно отсюда же метров 100 наша скважина. Артезианская. Не просто скважина, типа, качай, а артезианская, то есть глубоко и серьезно, и умно. Так и делается. И мы берем напрямую воду из горы, а не из предгорья, потому что Магнитогорск до самых горов это еще километров так 25. Вы понимаете, о чем я беседую? Не понимаете? Понимать надо. И, конечно, и, конечно, мы можем вам приготовить то пиво, которое вы сможете употребить. Почему я говорю слово употребить? Потому что я не говорю слово упиваться. Потому что даже если вы будете этим пивом невозможно упиться, в природе своей. Спокойненько и неторопливо, ровненько. Сколько вам надо вообще алкоголя? Ну, для жизни. Количество абсолютно небольшое. Мужчине 50 грамм, женщине 30 грамм алкоголя. Больше не надо. Ну, не надо, смысл? Потому что этого событийность немножко по-другому возникает. Чуть-чуть хорошо. Кровь должна разжижаться. Это неплохое событие. Теперь о том, какой алкоголь вы будете пить. Никакой алкоголь вы не будете пить. Единственный нормальный алкоголь, который производится рядышком в городе Магнитогорске, рядышком в Верхневральске, естественно, только Верхневральское пиво. Все остальное – это демидрол. И даже то, что производится в Магнитогорске, такой же демидрол. И мне, конечно, очень обидно. Мне очень обидно за то, что наша любимая хоккейная команда, наши болельщики этой хоккейной команды не могут использовать Верхневральское пиво. Почему? Непонятно. Потому что они пьют наше пиво, а Магнитогорское – это не пиво, это бред сивой кобылы. Вы попробуйте хотя бы немножко другое, ну просто ради прикола. Хотя почему-то давайте все-таки переговорим о событийности. то, событийность – то, в том, что… Господа мои, ну хватит сидеть с жопой жевать свои бабки. Вы сделайте хотя бы добро людям. Ну сделайте, это же несложно. Попросите, вот этот, по этому телефончику позвоните, скажите, а мы не против, чтобы Магнитогор что-то подумал. Всегда мы договоримся, поверьте мне. Лучше, конечно, не договариваться, потому что зачем? Зачем тратить и брать деньги у людей, которые хотят просто отдохнуть? Мы вам говорим про отдых, не про упивание. Когда мы говорим про Верхневральское пиво, мы не говорим «упейтесь», нет, получите небольшое удовольствие. Много-то и не надо. Как это вкусно, как это вкусно, когда рано или поздно нам дают возможность попробовать настоящее забугровское пиво. Ну, в принципе, это делается постоянно. То есть, когда вы приходите и берете продукцию Верхневральского пивного завода, вы можете попробовать и чешское, и немецкое, и пиво с других мест, чуть-чуть через пролив Ла-Манш перепрыгнули и тамошнее. Самое главное, самое главное, я думаю, что главное это для меня и для вас, естественно. Товарищ Костин, ты все-таки помолчи, пожалуйста, про доллар, ладно? Я все прекрасно понимаю, что ты куплен и что банк у тебя, понятно чей. Но давай все-таки думать обыкновенных людях. Слышишь, хватит это наезжать на нас. Мы в конце концов тоже как бы не сильно хотим, чтобы вы на нас таким образом наезжали. Мы хотим вот это пиво пить и дай его спокойнее к нам пить. Так, к слову, про доллар. Заканчивайте, пожалуйста, это дело. Я бы, конечно, очень сильно желал бы, чтобы у нас, дядя Володя, был, как и все нормальные наши руководители, естественно, и самый большой вариант. Если это все дело случится, разгони, пожалуйста, дому и зафиксируй курс рубля. Ну, и есть такой небольшой нюанс для тех, кто идет на пенсию. Все-таки верни то состояние, потому что мы живем в реальной жопе, но при этом в этой реальной жопе мы хотим пить качественное пиво. Можем ли это мы делать? Естественно, можем. Только не надо внедрять ценники на доллары. Хватит долларизировать экономику. Ах, это даже красиво и ровно. Крутизна, крутизна. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, что нужно, все, что нужно, идет, делается. К слову о том, мы когда говорили, тут женщина мне начинает втирать, нужна ли моя работа. Так задам все вопросы, нужна ли она. Естественно, она нужна. Потому как? Потому как я не хочу, чтобы вы были мерзкими. Я не хочу, чтобы вы были уродами, я не хочу, чтобы вы были запойными, я не хочу, чтобы вы были чморями, я не хочу, чтобы вас оценивали как отморозков. Я не хочу, чтобы про вас думали, что вы уроды, пьющие, потому что это не так, потому что это не так, потому что если большее количество магнитогорцев, а я думаю, что это могут сделать все магнитогорцы и гости города, когда вы прекратите пить тот отстой, который вам выдается во всех сетевиках, еще раз говорю, не только в сетевиках, поверьте мне, в любом месте, где вам пиво разливают, это везде отстой. Маленький нюанс, это маленький нюанс для всех, для всех, я объясняю, каждый первый при покупке пива разливного, задайте вопрос, сколько оно может храниться и вообще оно как бы достойно ли тот вариант? Если вам скажут, что оно может храниться месяц, два года, я не знаю, если вы идиоты, то вы покупаете это пиво, вообще надо понимать, что натуральное пивоваренное продукт, настоящее пиво, настоящее пиво, оно не может храниться при нормальных комнатных условиях при температуре свыше 7 дней, в некоторых условиях оно хранится при уменьшении температуры, есть такое правило, из химии вы не учили, естественно, да и с физикой сложности, да и с химией это отдельная тема, тем более сейчас не буду говорить, что нас смотрят уже молодые товарищи, которые не доезжают, о чем это было, то событийность, ну так вот, при охлаждении оно хранится немножко дольше, но не больше месяца, при температуре 5 градусов, вот выбирайте такое пиво, а кто вам даст нормально это пиво? Никто. Вы это пиво пока можете пить в тех трех точках, что я вам говорил, Карла Маркса 204, Радуга, вот эта называется рядом, троечка, слышали? Советская армия пересекает с 50 лет магнитки, да, и Комсомольская 25. Если будут остальные умные люди, о чем мы неоднократно объясняем этим дивным товарищам, у которых с мозгами все очень сложности, тогда будет все красиво и ровно, и чем быстрее вы перейдете на качественный напиток, это будет лучше для вас, я сейчас говорю про вас, не про себя, поверьте мне, я-то в этой жизни много чего попробовал.